И я добавлю, между прочим, давайте уже вернемся к Кадырову, к его выходке. Она не случайна. Ведь вот эта сделка, уния, это был ход Путина в безвыходной ситуации. И он резко осуждался, ну, не явно, не громко, но фактически всеми российскими силовиками. Они считали, что Путин зря отдал всю власть Кадырову. Нужно было вести борьбу для конца. Ну, до последнего чеченца, видимо, в их представлении. И они ненавидели Кадырова. Вот вы помните в 2015 году убийство Немцова. Частью этого замысла было и расправиться с Кадыровым. Он был убит, конечно, с ФСБ. Но они поставили в качестве рядовых исполнителей нескольких чеченцев. Раскрыли на второй день преступления. И обвинили в этом Кадыровы. Они ездили даже в Чечню, пытались арестовать близко к нему людей. И это был серьезный наш политический кризис. Путин исчез на две недели. Но ему удалось все-таки защитить Кадырова. И он после этого создал Росгвардию. Как свою личную опору. Не доверяя уже ФСБ после этого кризиса. Кадыров знает, что в случае ухода Путина его убьют просто силовики российские. Поэтому вот он понимает, к чему ведет война. Что Путин потеряет власть. Это будет выгодно силовикам на кого-то сплотить. На кого-то сбросить неудачи. И они сразу же расправятся с Кадыровым. Поэтому он по существу начал уже... Многие, да и практически все эксперты говорят, что политические последствия этой катастрофы, неизбежные поражения в войне, будут огромны для России, приведут к распаду России. Так вот он начался. Он начался с Кадыровым. Вот серия его противоречивых заявлений. По существу непоминовения центральной власти. Это демонстрация ему, что я сам по себе. Я знаю, что вы хотите со мной сделать. И я буду сражаться. У меня 20 тысяч человек. Вот эта идиотская версия, что ему дадут какую-то должность в Москве. Ну, возможно, это и было с желанием силовиков. Но он же прекрасно понимает, что какой бы должность ни дали, там называют начальника Росгвардии, министра обороны, вице-президента. Его убьют на следующий день в Москве. Когда его как антея вырвут от своих боевиков. Поэтому он уже ведет свою самостоятельную политику. Естественно, распад России начался с самого слабого звена, с Чечни, которая де-факто и не являлась уже лет 15 членом Российской Федерации. Это тоже очень важный показатель. Очень важный. И очень важная проблема для Москвы. Да, он сказал, что он пришлет 10 тысяч боевиков, которые вернут вот эти утраченные территории, и они дойдут аж до Одессы. В общем, сумасшедший дом на самом деле. Нет, но в переводе с чеченского на русский, я знаю, что у меня 10 тысяч боевиков, и я буду защищаться в Чечне, и вы мне не достанете. Вот так, да? Понял. Андрей Андреевич, тогда давайте про европейцев. Потому что, ну, слушайте, откуда у чеченского боевика, сражавшегося с русскими 10 лет, и бахвалившись, значит, его знаменитая фраза своего первого русского, я зарезал в 16 лет. Откуда у него такой русский империализм прорезался? Нет, он просто демонстрирует Москве свою силу. Вы там делаете, что хотите, и мы с Путиным о всем договорились, а если Путина не будет, то я сам по себе, имейте в виду, что у меня здесь находится. Это очень важное послание. Редактор субтитров А.Семкин